В Карабулаке для студентов медико-технологического колледжа провели мероприятие по профилактике наркомании. Представители Молодежного совета по республике реабилитационного центра рассказали молодым людям о вреде наркотиков и последствиях употребления запрещенных веществ. Сюжет Абдулмажита Халухоева. В актовом зале медико-технологического колледжа студенты первого курса внимательно слушают о вреде, который наносит здоровью человека наркотики. Директор реабилитационного центра наркозависимых Микаил Сагов говорит, что все начинается с курения и распития спиртных напитков. Употребление бывает три периода. Розовое употребление – наркотик мой друг, наркотик мой хозяин. Розовое употребление – это когда ты употребляешь редко на свадьбе, на праздниках. Бывают такие случаи. Это бывает вначале по карману, не бьет, все хорошо, ты не спалился, родные, никто об этом не знает, и у тебя все хорошо, ты употребляешь редко. Потом уже становится период наркотик мой друг. Ты уже начинаешь почаще употреблять. И самое интересное, ты сам свято веришь в то, что ты сможешь в любое время бросить. Но нет, к сожалению. Без помощи не получается бросить. Потом уже третий период наркотик мой хозяин. Уже ты не видишь смысл жизни без употребления. Каждый присутствующий в зале понимает, насколько важны предостережения лекторов. Важно осознавать, что любая связь с наркотиками пагубно влияет не только на того, кто имеет с ними дело напрямую, но и повлечет беду на окружающих. Студентам показали видеоролик, подготовленный сотрудниками реабилитационного центра, где бывший закладчик наркотиков признается всадеянным. А какие ощущения ты получал от употребления? Я был энергичным, я хорошо учился, был позитивным, я думал, почему? То есть тебе казалось в употреблении, что ты можешь добиться намного больше, да? Да. Именно на таких примерах молодежи наглядно показывают, к чему приводит употребление наркотиков. Они понимают, что путь к успеху только один – ввести здоровый образ жизни. Да, я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать. Все собравшиеся гости в зале надеются, что благодаря таким профилактическим мероприятиям удастся уберечь молодежь от пагубной привычки. Музыка Часто зависимость у людей бывает на фоне психологических проблем, вызванных пережитыми травмирующими ситуациями, с которыми они не смогли справиться. Это не оправдание, считает Хаваж Нальгиев, который перенес несколько десятков операций и 30 общих наркозов. Несмотря на все эти сложности, ему удалось стать мастером спорта по армрестлингу. В завершении встречи участникам также раздали информационные буклеты, в которых расписано все о вреде наркотиков. Абдул Мажид Халухоев, Султан Булгучев, Магаз, 24.